Рад приветствовать всех вас на моем канале. Это фотореле. Штука в принципе не очень сложная. И именно это фотореле прекрасно включает лампочки на 220 вольт, если подключить его в розетку. Да, конечно, оно могло бы включать и лампочки на другое напряжение, и даже на постоянный ток, но тогда его пришлось бы переделать. Ведь хочется иногда взять и сделать фотореле, которое будет работать не от сети 220 вольт только для таких лампочек или для гирлянд, а еще и от аккумуляторов. Мало того, те, кто подписан на мой канал, знают прекрасно, что я люблю упрощать всякого рода схемы. И, к примеру, схему вот такого замечательного фотореле я упростил еще до большего безобразия. При этом схема не потеряла свой функционал, а стала еще более миниатюрной. Смотрите, вот эта миниатюра полностью заменяет вот это фотореле. И многие другие фотореле, которые обычно используются для того, чтобы переключать или включать в темноте и на свету лампочки, гирлянды, да и другие нагрузки. Но, оно-то все хорошо, но схема эта электронная. А тот, кто с электроникой не очень знаком, если с электроникой не очень знаком, то и такую вот простую схему собрать будет трудно. И сегодня я решил, я решил вам показать, как сделать универсальное фотореле, которое, во-первых, будет независимым, то есть его работа будет абсолютно не зависеть от того, есть у нас нагрузка, нет у нас нагрузки, есть аккумулятор для нагрузки, есть у нас розетка для нагрузки. И будет это реле включать и выключать лампочки как на 12 вольт, так и на 220 вольт с одинаковым успехом. Если вы думаете, что сделать это будет сложно, уверяю вас, это не так. Смотрите ролик до конца, все поймете и сами увидите. Еще разок скажу, что обычное фотореле, оно работает в сети 220 вольт переменного тока и просто так напрямую с помощью такого реле коммутировать аккумуляторы и аккумуляторные лампочки невозможно. А мы сделаем так, что все в этой жизни будет возможно. Я не просто так вам показал именно вот такое фотореле с вот таким достаточно большим корпусом, хотя оно, именно это реле, одно из самых миниатюрных, ну исключая и те, которые могут делать подписчики моего канала, то что я научил. И в общем поверхность этого фотореле может быть полезно использована, для чего поймете чуть позже. А пока, пока давайте посмотрим, посмотрим, что в принципе заставляет работать фотореле. Это какой-нибудь фотодатчик. К примеру, в моем фотореле, вот таком вот миниатюрном, это фоторезистор. Но ведь мы прекрасно знаем, что кроме фоторезисторов, чувствительными элементами могут быть и светодиоды, и фотодиоды, и фототранзисторы, да в общем много чего еще. И если фоторезистор является неактивным или пассивным фотоэлементом, то есть фотоэлементы активные. К таким фотоактивным элементам относятся обыкновенные световые панели. Да, ребята, светодиодные, а точнее фотодиодные панели, вот они, они очень даже маленькие, прекрасно работают в качестве, во-первых, в качестве фотодатчика, и это многие прекрасно знают. Есть такие садовые фонари, в которых вместо фоторезистора используется именно свойство вот такой фотопанели. И, кроме того, это же на самом деле солнечная панель, солнечная батарея, которая на свету вырабатывает электричество, и вы видите, прекрасно засвечивает небольшой светодиод. Да, фотодиоды, будучи освещенными, вырабатывают ток, который засвечивает, заставляет светиться небольшой светодиод. Но, вы скажете, этой энергии очень мало, и она не годится для того, чтобы переключать какие-нибудь серьезные реле или серьезные устройства. Я готов вас удивить. Совсем недавно я показывал ролик, в котором показал реле, а это есть не что иное, как герконовое реле, ток удержания которого меньше, чем 2 мА, а рабочий ток примерно 5-6 мА. 5-6 мА выжать из вот такой вот солнечной панельки всегда можно. И, являясь фотоэлементом, эта солнечная панелька на свету переключит это реле в нужное нам положение. Ну, буквально как триггер, день-ночь. А то, что ток вот этой вот маленькой микросхемы достаточно велик, это я вам гарантирую, можете почитать даташиты. Ток, который коммутирует данная маленькая микросхемка герконовая, 1 ампер, а постоянное напряжение достигает 200 вольт. Нехилая такая штучка. Но если, к примеру, с вот такими фотопанелями многие из вас сталкиваются, их можно выдрать из старого садового фонаря, то найти вот такую микросхему реле, это уже штучка уникальная. И, конечно, я бы сделал самоделку на ней, но я же решил помочь вам, ребята, так сказать, поможем нашим кочегарам, которые в электронике не шарят, но хотят делать практичные и полезные самоделки. Поэтому от такого супер реле я просто откажусь, а возьму более распространенное автомобильное. Да, ребята, это самое настоящее автомобильное реле, никакое не фотореле, вот внутри у него есть катушки, якоря, язычки, контакты, все хорошо. И на базе этого реле мы сделаем самоделку, которая вас действительно удивит. Точнее, те, кто с руками и с головой, их она не очень удивит. Хотя, наверное, может и удивит, это я в комментариях узнаю. А вот некоторые будут очень сильно возмущаться. Ну, мы их возмущение почитаем в тех же самых комментариях. Как вы понимаете, контактом этого реле абсолютно по барабану или по соленоиду то, что замыкать. Будь то ток от аккумулятора и напряжение от аккумулятора, будь то ток от розетки, лампочка 220 вольт, 12 вольт, 5 вольт. Это обыкновенный управляемый выключатель. И включать и выключать он может все, что угодно. Хотите лампочки, хотите утюги, хотите розетки, хотите скалфетки, хотите конфетки. Ой, что-то я заговорился, ну извините. Короче, тут две железные пластины, которые смыкаются и размыкаются и проводят ток, какой бы он ни был. Но тут возникает вопрос, и он вполне закономерен. А как вот такой вот фотопанелькой, вот таким реле брать и управлять? Неужели нам придется какую-нибудь схему мудрую строить? Нет, я пообещал, мы обойдемся без электроники. Я просто возьму и наглым образом, как это я люблю, вот такую солнечную панельку с помощью моего паяльничка припаяю к вот этому реле. Смотрите, чуть не забыл волшебные слова, чики-брики надо сказать. Положим паяльник сюда и спаяем схему. Нет, давайте все-таки подробно. Один из проводочков, который пойдет на катушку реле, мы припаяем к плюсу солнечной панели. Второй проводочек очень аккуратненько мы припаяем к минусу. Вот мы припаяли два белых проводочка. Теперь крупным планом и очень горячим паяльничком я оставлю две капельки олова с канифолью на вот этих вот пластинках. И припаяю к ним проводки, которые идут на солнечную панель. Все, вот на этом в принципе вся наша пайка закончена. Давайте еще раз взглянем на это чудо. Автомобильное реле без корпуса специально. Для желающих, конечно, могу и корпус одеть на него на место. Ножки я выгнал, чтобы оно у меня красиво стояло. Я люблю, когда красиво стоит. Далее, солнечная панелька. Она приделана как раз к той группе контактов, обратите на них внимание, что идут на тот самый соленоид, электромагнитную катушку, дроссель или же обмотку электромагнита. Всеми этими словами можно баловаться и можно называть все то, что составляет вот та куча проволоки, намотанной на сердечник. Так, так, чтобы меня не обвиняли, что я не показываю схем, давайте я покажу и схему этого устройства. Схема выглядит так. Здесь я указал нагрузку, которая может достигать и 1000 ватт, но зависит от того, какую релюху вы применили и насколько мощные у нее контакты. Здесь я вот таким безобразным образом нарисовал одновременно и аккумулятор, и розетку 220 вольт. Это говорит о том, в схеме будет пояснение, легенда, что мне абсолютно по электрическому барабану, какое напряжение я буду использовать для нагрузки, да все что угодно. Реле играет роль выключателя, поэтому нагрузки и батарейки все равно, что включается, что выключается. На этом исполнительная часть схемы заканчивается. Вот таким штрих-пунктиром, обычно в старых схемах, не знаю как в новых, показывается магнитная связь между замыкающей пластиной для этих контактов и электромагнитом, который находится в коробочке реле. Электромагнит коробочки реле мы уже видели, он такой красивенький, он состоит из множества проволочек и у него есть контактики. Видите, вот такое ухо торчит напротив обмотки с одной стороны и такое же ушко с проводочком с другой стороны. Это электромагнит. К нему, по всем правилам фэншуйной схемотехники, мы подключили фотодиоды, которые составляют солнечную панель. Да, любая солнечная панель, световая панель, световая батарея, солнечная батарея состоит из множества полупроводниковых именно диодов. И при их освещении, а их там много на этой панельке, вырабатывается небольшой электрический ток. Этот ток течет по вот этому контуру электромагнитному и вызывает магнитное поле. И это магнитное поле либо притягивает, либо отталкивает, зависит от того, какую группу контактов в реле вы используете. Вот этот замыкатель-размыкатель. Все. Схема настолько банальна и проста, что тут можно было бы удивиться или просто заплакать. Но схема схемой. То, что я спаял, то, что я спаял. А давайте мы ее испытаем. Давайте испытаем. Конечно, было бы здорово, если бы я подключил батареечку, светодиодик и включал и выключал все это дело, затеняя рукой вот эту вот солнечную панельку. Можно было, конечно, использовать и лампочку на 220 вольт, но я уже так нахватался хейтов, из-за того, что я показываю небезопасные фокусы-покусы, что больше я этого делать не хочу. Я вам постараюсь абсолютно научным способом доказать, что вот эти два контакта, за которые я сейчас держу с оголенными руками, будут замыкаться и размыкаться. Они будут замыкаться и размыкаться, когда вот эта вот пластиночка, на которую я сейчас давлю пальцем, будет прижиматься и отжиматься к внутреннему контакту. Прижиматься она будет в том случае, если по этой проволоке пойдет достаточный ток, откуда он пойдет? От солнечной панельки. Ни розеток, ни батареек, ни каких-нибудь дополнительных питающих схем для моего фотореле совсем не надо. И как я сказал, все у нас будет по-научному и безопасно. Абсолютно безопасный метод проверки замыкания и размыкания контактов. Показываю. Если включить этот прибор на режим прозвонки короткого замыкания КЗ между контактами, мы можем услышать вот такой красивый писк-лявый звук и даже увидеть, как чиселки меняются в случае, если есть контакт. Подключим эти штучки вот сюда. Это крокодильчики. Я их так называю, но хотя они могут называться как-нибудь и по-научному. Сейчас реле разомкнуло эти контакты и все хорошо. Но если мы нажмем вот сюда, мы услышим этот писк. Но это я сделал пальцем. А мне бы хотелось, чтобы это сделала солнечная панель. Ну вот, все разложено как положено. Допустили солнце. Значение есть. Тень набежала. Прибор не реагирует. То есть схема работает. Как вы понимаете или не понимаете, с помощью этой схемы я могу коммутировать, еще раз повторяю, любые токи, любые, ну почти любые напряжения, напряжения, все, что позволяют контакты такого реле. Это автомобильное реле, которое встречается очень часто. Это одно из самых простых реле. А это не супер огромная фотопанель. И почему я показывал вот это вот фотореле, потому что оно почти размером с эту фотопанель. А значит, если бы производители использовали вместо простого пластика те самые фотодиоды, то они могли бы обойтись и без электрической или даже электронной схемы, просто коммутируя с помощью освещенной солнечной панели вот такое мощное реле. Ну, для тех, кто скажет, что да, только при якорском освещении может срабатывать такая схема. Ну, да, скажу я вам, конечно, все широты, которые ниже моего пупка, я нахожусь на сороковой параллели, они вполне могут воспользоваться такой схемой. Ну, а те, кто выше этого, скажем, на Северном полюсе, то, увы, нет. Да и ночь-то там, по-моему, наступает раз в год. И день тоже. Можно и выключателем как-нибудь щелкнуть. Как вы понимаете, это была небольшая географическая шутка. Но на самом деле, кто вам сказал, что я помогаю только тем, кто живет севернее меня, а не южнее, ну, поближе к экватору? Я и для Казахстана, и для Узбекистана, и даже друзей из Африки я не забуду. Ведь им такая самоделка точно пригодится. Ну, а уж если вы действительно захотите сделать что-то более мелкое и миниатюрное, и поразбираться в электронике, то, ну, ради бога, сделайте вот нечто подобное. Тем более, что я и секретов-то не таю, а вот эта вот кроха прекрасно заменяет фотореле, которые выпускаются и продаются. Ну, а на этом все. Пока с таким фотореле справится даже ребенок детсадовской дошкольной группы. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.